В божественной комедии Вергилий представлен Трояка. Как проводник, вожатый, психопомп, старший поэт демонстрирует младшему пространственную архитектонику ада, а Катабасис Инея, нисхождение в преисподнюю Гнеиде, служит прототипом, прообразом, евангелическое тюпус, спиритуального путешествия Данте. Как собеседник Данте, Вергилий придает смысл происходящему, разъясняя поэту-визионеру значение его видений. Как наставник Данте в поэзии, он предоставляет своему ученику художественный язык для изложения увиденного. Цитаты и реминесценции из Вергилия пронизывают поэтическую речь Данте и наравне с Библией организуют интертекстуальную структуру комедии. Данте сам перечислил эти три функции в знаменитой строке, адресованной Вергилию «Tu duca», «Tu signore» и «Tu maestro» – «Ты вожатый», «Ты господин» и «Ты учитель». Лозинский и Илюшин по-разному подходят к итальянскому оригиналу, своими переводами как бы иллюстрируя дихотомию Шлеермахера, который так описывал две противоположные переводческие установки. Либо переводчик, не желая потревожить писателя, всеми силами приближает к нему читателя, в нашем случае это Илюшин, либо он, не желая потревожить читателя, всеми силами приближает к нему писателя, в нашем случае это Лозинский. Эти два пути настолько отличны друг от друга, замечает Шлеермахер, что встав на один из них, нужно пройти его до конца со всей возможной строгостью. В современной англоязычной теории перевода такие переводческие стратегии называют форенизацией и доместикацией. В своем переводе Илюшин постарался воспроизвести дантовские разнородные вульгары и люстры, и поэтому вдобавок к силовическому стиху, заменившему в его переводе привычный пятистопный ямп, он использовал более разнообразную стилистическую палитру, чем Лозинский. Илюшинского Данте читать трудно, но, как предупреждает сам переводчик, это не чтение отдых, о каком отдыхе может идти речь, когда откроешь книгу Данте, а чтение труд. Многим, в том числе очень квалифицированным читателям, илюшинская форенизация показалась чрезмерной. Например, Михаил Леонович Гаспаров указывал, что в переводе Илюшина преимущественно ударен четвертый слог, а ударение на седьмом слоге встречается чаще, чем на шестом и восьмом. Таким образом, по Гаспарову Илюшин воспроизвел польский ритмический вариант силабического стиха, а не итальянский, который по своей ритмической урегулированности тяготеет к силоботонике. Другие исследователи отмечали, что стиль Илюшина еще более гетерогенен, чем стиль Данте. Возникает впечатление, что переводчик ставил своей целью создать стиль, который был бы менее гомогенен, чем стиль Лозинского, и реализовать этот стиль в тексте, который максимально отличался бы от ставшего привычным текста божественной комедии в переводе Лозинского. Однако дантовская аппроприация вергелианского дискурса создает существенные, практически непреодолимые трудности для обеих переводческих стратегий. Ситуация осложняется еще тем, что у русских читателей нет стандартной версии Вергилиева и Инаиды. Ни один из русских переводов так и не смог, по словам Гаспарова, стать тем переводом для всех и надолго, какого так не хватает русскому читателю Инаиды. Ни забытый ныне перевод неутомимого версификатора Фета, ни пользующийся дурной славой намеренно-буквалистский перевод Брюсова, завершенный после его смерти Сергеем Соловьевым, племянником поэта-философа, ни официально аккредитованный в последние полвека облегченно-демократический перевод Ашерова. Ни один из них не является общепризнанным русскоязычным эквивалентом классического эпоса, подобным гениальному переводу Илиады, выполненному Гнедичем. Как же переводить Данте, если еще по большому счету не переведен Вергилий? Первое значительное исследование виргелианских аллюзий в божественной комедии появилось более ста лет назад. Это монография Старизен Данте Эдварда Мура, вышедшая в Оксфорде в 1898 году. В 1993 году Роберт Холландер опубликовал комментированный список виргелианских пассажей в поэме Данте. Холландер разделил весь материал на пять категорий. А. Несомненные цитаты Б. Менее очевидные, но почти бесспорные цитаты С. Вероятные или проблематичные цитаты Д. Сомнительные цитаты Пятую категорию, отсылки к персонажам и сюжету Иноиды, Холландер оставил без рассмотрения. Учитывая вышеупомянутые тематические соответствия между Инферно и Иноидой, мы не удивимся, узнав, что, во-первых, большая часть несомненных цитат из Вергилия сконцентрирована в первой кантике, и, во-вторых, почти пятая их часть, 19%, приходится на первые пять песен Ада. Комментируя таблицу, воспроизведенную сейчас на экране, Холландер замечает, в своих начальных песнях комедия – это вергелианская поэма, в первых 707 строках которой встречается около 60 возможных перекличек с Иноидой. В начале поэмы даже Библия не представлена в тех же масштабах, что Иноида. Остановимся на самой первой цитате класса А. Описание рыси, символизирующей похоть. Рысь легкая и очень быстрая, что шкурой пятнистой была покрыта. Пятнистая шкура рыси в тексте данпе «Пель макулату» есть реминисценцией вергелианского макулоза Тегмена Линкес. Брюсов в своем переводе Иноиды очень точно переводит это полустишее как «в шкуре рыси пятнистой». Однако Лозинский избегает каких-либо ассоциаций с брюсовской Иноидой и переводит так «проворная и вьющаяся рысь вся в ярких пятнах пестрого узора». У Ашерова в Иноиде читаем «Одета шкурой пятнистой рыси». В Илюшинском инферно тоже словосочетание «пятнистой шкурой», что и у Ашерова. «Вижу легкая пантера прыжками, с пятнистой шкурой кружит предо мною». Однако Илюшин заменяет рысь пантерой. Действительно, итальянская лонца, возможно связанная этимологически с заимствованным из греческого латинским «линкс», чаще означает «не рысь, а леопарда», то есть «пантеру пардус». Поэтому во многих переводах Данте на европейские языки лонца в этой строке переводится как «леопард». Но то, что верно с точки зрения зоологии, может оказаться сомнительным с точки зрения поэтики. Вергелианская аллюзия в обоих переводах оказывается наполовину утраченной. При этом в двух переводах утрачены две разные половины, вероятно сказалось отталкивание Илюшина от Лозинского. Сложность передачи вергелианской реминисценции усугубляется чистоязыковыми трудностями. Аналогом латинского maculosus, пятнистый, в итальянском становится прилагательное причастного происхождения с другим суффиксом – maculato. Это небольшое различие имеет значительные последствия. Дело в том, что антонимом прилагательного maculato, пятнистый, является прилагательное immaculato, незапятнанное, непорочное. В контексте христианского эпоса оно имеет особое значение, поскольку является одним из атрибутов Девы Марии. Immaculato concetione, по латыни immaculato concepcio – это непорочное зачатие. Поэтому олицетворяющая сладострастную похоть рысь не просто пятнистая, она запятнанная, порочная. Как это переводить, непонятно. Должно быть что-то вроде «покрытая запятнанную шкурой». Следующая несомненная цитата в первой песне «Инферно» – «Humile Italia», «Humile Italia». У Вергилия «Когда вдали темные холмы и смиренную или низкую увидели Италию». Имеются в виду низкие берега Италии при результирующем словосочетании «смиренная Италия». Брюсов переводит «Темные, как вдалеке, холмы и Италии низкий, брег мы узрели». Ашеров «Тут увидали вдали очертания холмов и отлогий берег Италии мы». Данте употребляет Вергилианский эпитет и вслед за тем перечисляет персонажей Инеиды. «Ди квелла умиле Италия, фиа салюте, перкуй мари, ла верджине Камилла, эуреал и турне низо ди ферруте». Сей смиренной Италии он будет спасением, за которого умерли дева Камилла, эуреал и турн и низ от ранений. Однако Лозинский даже не попытался найти аналог для вергилианского определения Италии. Италии он будет верный щит, той для которой умерла Камилла, эуреал и турн и низ убит. Эпитет отсутствовал и в первоначальной версии перевода Лозинского, напечатанной в 1939 году. Италию он возвеличил вновь, которой в жертву юная Камилла, низ эуреал и турн излили кровь. Также и у Илюшина. Италией он станет благодетель, во имя коей погибли Камилла, турн, эуреал и низ их сил в расцвете. Еще один вергилианский эпитет в первой части Инферно – Супербо и Леон. Супербум и Леум. Данте приписывает эти слова самому Вергилию. Поэта фуи и кантай диквель джюсто, филиоль данкизе кэвенне дитроя, поэкель супербо и Леон фукум бусту. Поэт я был и пел того праведного сына Анхиза, который прибыл из Троя, после того, как надменный, гордый, спесивый Леон был сожжен дотла. Сравним с текстом Иноиды на экране. Под ним, точный, как всегда, перевод Брюсова. И пал горделивый, иллий, и вся задымилась в опрахе Нептунова Троя. По-видимому, для Данте Троя была государством, а или он городом, или Троя городом, а или он крепостью. Но поскольку эти топонимы могут быть интерпретированы и как синонимы, Лозинский элиминировал Илеон и переадресовал Трои эпитет супербус. Я был поэт и вверил песнопенью, как сын Анхиза отплыл на закат от гордой Трои, преданной сожжению. Ашеров гораздо менее точен, чем Брюсов. У него оба эпитета, Супербо и Нептуния, переданы Трои. В прахе простерлась дымясь Нептунова гордая Троя. Илюшин тоже сохраняет одну Трою и при этом заменяет эпитеты Джусто и Супербо существительными благость и величавость. Я был поэтом, воспевавшим благость сына Анхиза, что покинул Трою, когда сгорела ее величавость. Таким образом, в русских версиях и Вергилиев эпитет в Иноиде, и Вергилианский эпитет в Инферно оказываются, что называются Lost in Translation. Предпоследний пример. В пятой песне Данте говорит о Дедоне, страдающей в аду, вместе с двумя другими блудницами, Семирамидой и Клеопатрой. Другая – та, что убила себя влюбившись и нарушила верность праху Сихея. Данте повторяет слова Дедоны из четвертой книги Иноиды «Non servata fides generi promissa Sicheo». «Не сохранена верность, обещанная праху Сихея». Ключевое слово здесь существительное «fides» у Данте «fede». В переводе Брюсова «Верность не соблюла я, обещанный праху Сихея». А Шаров также сохранил ключевое существительное – верность блюсти, в которой клялась я праху Сихея. А Лозинский – нет. Вот нежной страсти горестная жрица, которой прах Сихея оскорблен. Илюшин восстановил мотив неверности, но использовал прилагательное вместо существительного. Вот та, чьи дни пыл любовный убавил, была неверной мертвому Сихею. Как видим, цитаты из Вергилия в русских переводах божественной комедии практически неощутимы для читателя. Но неужели нет никаких положительных примеров? Отдельные примеры все-таки есть. По-русски существует по крайней мере несколько узнаваемых цитат из Инаиды. В завершении доклада обсудим одну из них. «Чудище обла, азорно, огромно, стозевно и лаей». Это, как известно, эпиграф к Радищевскому путешествию из Петербурга в Москву. Радищев переначал 514-ю строку из телемахида Тредиаковского. Нежели тот преужасный пес Керовер «Чудище обла, азорно, огромно, стрезевно и лаей». Источник стиха Вергилиева Инаида. Как показал автор книги о Тредиаковском переводчике Александр Александрович Дерюгин, Тредиаковский соединил в своем прославленном стихе два стиха Вергилия. Один из третьей книги Инаиды – описание циклопа Полифема, ослепленного Одиссеем, монстром хоррендум, информа ингенсквилуменадемптум. «Чудовище, ужасное, бесформенное, огромное, лишенное зрение или света». Другой из шестой книги – описание трехглавого пса Цербера. Цербер огромный, лаем трехзевным, царство сие оглашает. «Лаем трехзевным, латрату, трефалки». Сопоставление с латинским источником помогает расшифровать строку Тредиаковского, для которой современному читателю уже нужен перевод внутриязыковой, диахронический. «Облое» – это толстое, соответствует латинскому «информе», бесформенное. «Озорное» – это страшное, пугающее, в соответствии с латинским «хоррендум», а небольшое, видное, как толкует это место, словарь русского языка XVIII века. Примеры назначения «страшный» есть в словарях русского языка XI-XIV и XI-XVII веков. «Лая», вопреки толкованию словаря русского языка XVIII века, это не пасть, а вариант женского рода к отглагольному существительному «лай». Такое значение в словаре XVIII века тоже зафиксировано, но не привязано к примеру из телемахиды. «Лай» соответствует латинскому «латратус». «Тризевная лая» – это Вергилиева «трифаукслатратус» – лай, исходящий из трех глоток, или пастей. Существует несколько гипотез о том, почему Радищев модифицировал строку Тридьяковского. Я думаю, он попытался избавиться от лексической инверсии латинского типа – постановки союза между определяемым и определением «стрезевной» и «лайей» вместо «и» стрезевной «лайей». Тридьяковский надеялся привить такой латинизм русскому дичку, но кажется напрасно. Вместо этой противоестественной конструкции Радищев использовал пароним «лайей» – архаическое причастие, соответствующее современному «лающей». Строка Тридьяковского о чудище облом во многом благодаря Радищеву пережила века. Брюсов вспомнил эту строку и словосочетание «трезевная лая», когда переводил соответствующее место из шестой книги Иноиды. «Кербер он и царство, огромный лаем трехзевным, переполняет». Лозинский использовал близкое по составу сложное прилагательное, передавая дантовскую реминесценцию из Вергилия в шестой песне «Инфермо». «Трехзевый цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ». Это примечательно, поскольку итальянским аналогом латинского сложного прилагательного «трифаукс» является у Данте не синтетическая, а аналитическая конструкция «контреголе» – «тремя глотками». «Чербер, фьера, круделе и дверза», «контреголе, канинаменте, латра, собра, лагенте». «Цербер» – чудовище злое и страшное, тремя глотками по собачьи лает на народ. Несмотря на морфологическое несоответствие, это, по-видимому, правильное переводческое решение. Ашеров, наоборот, по непонятным причинам отказался от воспроизведения латинского «трифаукс» через утвердившийся русский эквивалент. Лежа в пещере своей, в три глотки лаял огромный цербер. Илюшин тоже проигнорировал Тредиаковско-Брюсовскую строчку, случайно или намеренно совпав с Ашеровым. «Сверепый цербер, зверюга, ерится, в три пёсьи пасти, нагрешников лает». Данте говорит Вергелию, цитирую перевод Илюшина, «Учитель, мастер, я себя готовлю к тому, в чём частью преуспел, чтоб стих мой твоих стихов был родствен краснословию». Это родство должен был бы распознавать читатель идеального русского перевода божественной комедии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова